Имбирь очень полезен, но не для всех. Врач рассказал о рисках от потребления этого корня. Имбирь является частой добавкой к горячему чаю зимой. Этот корень помогает организму противостоять инфекциям, поэтому его давно используют как лечебное средство. Он действительно дает много полезных эффектов на здоровье, но вместе с тем некоторым людям следует быть крайне осторожными с его употреблением. Чем полезен имбирь? Корень имбиря хорошо известен и широко используется как специя и ароматизатор. Во многих культурах он на протяжении тысячелетий использовался как лечебное средство. Две чайные ложки имбиря содержат всего 4 калория. В корне имбиря немного витаминов и минералов, но немало антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений опасными свободными радикалами, говорит врач. Он перечисляет главные полезные эффекты для здоровья от употребления имбиря. Мешает размножаться микроорганизмом. Некоторые химические соединения в свежем имбире помогают организму защититься от бактерий, вирусов и других инфекционных агентов. Они хорошо останавливают рост бактерий, таких как кишечная палочка и шигела, и могут сдерживать вирусы, такие как РВС, респираторно-сенсиотиальный вирус. Сохраняет здоровье полости рта. Активные соединения в имбири, которые называются генгеролами, предотвращают развитие бактерий в полости рта. Эти бактерии могут вызвать пародонтит, опасное инфекционно-воспалительное расстройство десен. Устраняет тошноту. Имбирь помогает облегчить тошноту, особенно во время беременности. Он способствует растворению и избавляет газов, что образуется и накапливается в кишечнике. Также имбирь может помочь справиться с морской болезнью или тошнотой, вызванной химиотерапией, говорит швец. Успокаивает боли в мышцах. Имбирь не снимет мышечную боль сразу, но со временем он поможет ее существенно ослабить. В некоторых исследованиях люди с мышечными болями после физических упражнений, которые употребляли имбирь, на следующий день испытывали меньшую боль, чем те, кто его не принимал. Облегчает симптомы артрита. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, в частности уменьшает отеки. Это может быть особенно полезно в комплексном лечении симптомов как ревмотоидного артрита, так и остеоартрита. Облегчить боли отек можно, как употребляя имбирь перорально, так и прикладывая имбирный компресс или пластырь на кожу. Объясняет диетолог. При этом он отмечает, что не следует отказываться от основной терапии артрита, но употребление имбиря может способствовать уменьшению дозировок лекарства и продолжительности противовоспалительной терапии, которая может привести к побочным реакциям. Сдерживает рост рака. Результаты некоторых наблюдений показывают, что биологически активные молекулы в имбири могут замедлять рост отдельных видов рака, таких как колоректальный рак, рак желудка, яичников, печени, кожи, молочной железы и простаты. Однако для проверки этого требуется больше исследований с надлежащей методологией. Может способствовать снижению уровня сахара в крови. Одно недавнее небольшое исследование показало, что имбирь помогает организму лучше использовать инсулин. Следует продолжать планировать и выполнять исследования в этом направлении, чтобы убедиться, что имбирь действительно улучшает уровень сахара в крови, говорит врач. Облегчает менструальную боль. Исследование показало, что женщины, принимавшие 1500 мг имбирного порошка один раз в сутки в течение трех дней во время цикла, испытывали меньшую боль, чем женщины, которые этого не делали. Способствует снижению уровня холестерина. Ежедневное потребление 5 г имбиря в течение трех месяцев способствовало снижению уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, способствующих атеросклеротическому поражению сосудов, добавляет Швец. Усиливает защиту от разных заболеваний. Имбирь богат антиоксидантами. Эти соединения предотвращают стресс и повреждение ДНК клеток организма. Они помогают бороться с такими хроническими заболеваниями, как высокое кровяное давление, болезнями сердца и легких, а также способствуют здоровому старению. Облегчает расстройство пищеварения. Имбирь может помочь при хроническом нарушении пищеварения или диспепсии. Употребление имбиря перед едой будет способствовать более быстрому опорожнению, что предотвращает тяжесть и давление в желудке после еды, говорит диетолог. Какие риски от потребления имбиря? Врач отмечает, что в малых дозах имбирь почти не вызывает побочных эффектов. Высокие дозы имбиря, более 5 грамм в день, увеличивают вероятность их возникновения. Среди них изжога, расстройство пищеварения и раздражение слизистой оболочки полости рта. Кроме того, имбирь повышает риск кровотечения, что может быть опасно при нарушении свертывания крови. А добавки с имбирем могут взаимодействовать с разбавителями крови и препаратами против диабета и высокого кровяного давления. Поэтому перед их употреблением следует посоветоваться с врачом, предостерегает швец.